Мы приходим с вами по плоти, мы бы сказали, где же Бог? Нет. Но это и есть подтверждение, что Божье благоволение работает на твою жизнь. И что вы думаете, даже в самые тяжелые обстоятельства, даже тогда, когда это было уже тяжелее, больше некуда, когда уже все, уже ров, уже все, уже вот голодные льви здесь, чтобы его разрушить и так далее. Тут, как тут, оказалось Божье благоволение опять. Через чего бы ты не прошел в этом году? Какую бы ситуацию бы ты не попал в этом году? Знай, что ты не проиграешь эту ситуацию. Бог тебя выведет и поставит на эту ситуацию. Низдавайся, низдавайся, низдавайся. На твоей стороне Божье благоволение. Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль-Аль Даже Иисус, в Евангелии от Луки 2, 52, написано, что Божие благоволение было на нем. Но сколько у него было противостояния со стороны фарисеев и других. Даже это вело его до креста, до смерти креста. Даже в той ситуации, когда уже показалось, что вроде бы уже ничего не поможет. Человек уже умер. Но тут опять, как тут Божие благоволение. И воскресила его смертный. Если человек уже воскресил, сколько ты его не убил, он уже не умрет. Слава тебе, Господь! И смертью, он победит смерть. Те не будут проиграны в этом году. У тебя не будет поражение в этом году. Как бы это не было. Если ты упадешь, Бог тебя поднимет. И потому что праведно, все меньше упадет, но поднимется. И ты будет тожесовывать над врагами твоими в этом году. Слава тебе, Господь! Благоволение! Скажи, Благоволение! Благоволение! Нам оно нужно в этом году. И это Божье слово для нас. Благоволение нам нужно перед врагами нашими. Потому что написано в притче 16.7, что если пути человека угодны Богу, что он сделает врагов его, он с его друзьями, он примирит его с врагами его. В этом году это будет год, когда Бог тебя примирит со своими врагами. Женщины, у кого женские болезни сейчас, Господь исцеляет женские болезни по этому залу, именем Иисуса, мы повелеваем всем болезням убраться проще и вон во имя Иисуса, исцеление по всему этому залу, по-женски, именем Иисуса Христа. Благодарю тебя, Боже. Вам нужна благоволение среди ваших врагов, перед вашими врагами. Благословляйте врагов, те, которые вас ненавидят, благословите их в этом году. Делайте что-то им добро, подарите им подарки, пришлите им открытку, молитесь за них, что-нибудь делайте. И вашей добротой вы победите и убьете этого духа, который у них. Второе. Есть еще благоволение Божие прямо перед народом, перед народом. Это одно из самых великих, самых высоких уровней благоволения. Когда простой народ начинает стоять за тебе, бороться за тебя, статься за тебя, уважением, склониться, пользоваться авторитетом перед народом. Это согласно исходу 12.36. И нам нужно не только благоволение перед врагами, нам нужно и это благоволение. Благоволение перед народом. Аминь. 12.36 написано. Господь, я дал благоволение народу своему в глаза египтян. И они давали ему, и обобрали он египтян. То есть, они давали ему. Народ самостоятельно, добровольно начали давать. Если Божие благоволение будет тебе от народа, народ сам будет тебе спаспиществовать. Следующее. Есть благоволение еще, друзья, которое бывает перед людьми. Благоволение перед людьми. Вы, где, куда бы ты ни шел, на работу благоволение. На улице тебя любят. Тебя воспринимают. Это согласно Деяния Апостолов 2.47. Благоволение перед людьми. Дьявол будет присылать своих агентов, но больше будут те, которые с нами, чем те, которые против нас. Аллилуйя. Следующее. Благоволение, которое еще есть. Согласно Луки 2.52. Это благоволение перед Богом. Это самое высокое, которое есть. Чтобы Бог благоволил к нам. Благоволение перед Богом. Как оно приходит? Библия говорит, что он дает благоволение праведным. Нам надо ходить в праведности. Псалом 5.12.13. Если мы ходим правильно перед Богом, мы притягиваем к себе праведность. А мы благоволение Божие. Когда мы грешим, мы отталкиваем от себя благоволение Божие. Те, которые работают для царства Божие, которые ищут, ищут прежде царства Божие и правды его, и тогда что? Все остальное. Почему все остальное? Потому что это называется благоволение. Все остальное приложится к вам. Это благоволение для тех, которые живут, и ищут, работают, и ищут, чтобы с вами. Когда мы с вами были в рюкалос период, Бог начинает посылать таким людям его благоволение. Итак, в чем ты нуждаешься в этом году? Чтобы Божья милость была протяна к тебе. Я хочу, чтобы вы взяли свой конспект. И мы хотим заключить завет с Богом. Бог есть Бог завета. Бог испанная завет. Мы слышали только шушу сегодня, немного. Свидетесь. Когда люди заключались завет в прошлом году, мама заключила завет за свою дочку, которая была дебина, которая имела синдром Дауна, и она стала талантом. Все. Она начала рисовать, что она выиграла первое место на Украине. Теперь послали ее работу в Америке. И ее сейчас отдать им место жительства в Америке, чтобы там жили и работали. Это человек, который имел Дауна, про синдром. Это невозможно. Теперь едет в Японию. Некоторые из вас даже за пределом России никуда еще не поехали. Не Украины даже. А тут человек уже в Японию едет. С синдромом Дауном. И выигрывает конкурс среди здоровья, который никакие синдромы не имели. Судо Божьей. Потому что кто-то поверил Богу. Я говорю, потому что кто-то поверил Богу. В прошлом году кто-то заключил завет, сестра наша, что Господь у меня не где жить. Она заключила завет, что Бог ей дал место жительства. И что вы думаете? За год Бог дает ей три квартиры. Как это может быть, человек который не мог одну квартиру раньше устроить себя. Как это объяснить? Никак. Только был. Молодой человек, который вообще был Сеганом, решил, что он не будет прощать. Попрощай на счет. Он решил, что он не будет выровать. Сеган и же одна судьба. Либо выровать, либо попрощай на счет. Но он пришел к Богу и изменил свою судьбу через служение завета. Заключил завет с Богом, что Бог ему дал место жительства. И у него есть место жительства. Он говорил, Бог дай мне жену. Это была его вторая просьба. И за год Бог дай ему жену. Даже Сегану Бог все это решил. Кто есть жизнь, тоже Бог все это решит. Я говорю, Бог все решит. Но все они говорили, что мы дали Богу слово, и мы исполняли свое слово. Человек, который забитый, полный, полный, полный нол уже стал. Он говорит, я сам был дьяволом. 12 лет наркоманов, наркотики. Уже все пропил, проколол, уже жена страшно жить с ним в одном доме. Жена бежит, и я сам дали, смотрю на него два года назад, я думал, что это уже хладящий трупом был. Теперь не только освободился от наркотики, освободился от твой дологи, от гордости, освободился. Освободился, и не только от этого, человек начал молиться, поститься, искать Бога. За два года он стал лидером группы 12. В этой церкви. Там без здоровья, даже не могу набрать. И Бог поднимает его еще дальше. Они готовятся с женой ехать в Америку мизонером. А ты еще сидишь здесь. Сколько ты будешь сидеть? До смерти. Первое решение, что в этом году твоя жизнь должна 180 градусов измениться к лучшему. Ты не призван быть шленом серфи только. Ты не призван быть просто прихожареном. Ты не призван просто кому-то греть стул тут. Ты призван состояться как личность. Ты призван сделать историю. Ты призван изменить мир вокруг себя. Ты не просто призван быть ну те, которые просто сопровождающих по жизни. Нет. Ты призван сам оставить отпечатки истории твоей генерации, твоего поколения. Что мешает тебе стать тем, как Бог уже чтобы ты стал? Что мешает? Что мешает? Что мешает? Подумайте и пишите один, два или три пункта, что вы хотите чтобы Бог дал вам. Что такое завет? Это когда мы входим в завет всегда имеют двую сторону. С моей стороны я обещаю делать то, то, то для тебя, Господь, а ты, пожалуйста, сделай то для меня. Это понятно или нет? пишите и молитесь в молитвенном состоянии. Подумайте об этом. Что мешает тебе? Поймите, ищите прежде царство. Пусть это будет самое большое твое желание, чтобы царство будет через тебя. Если ты будешь просить только для себя, для плоти, для угождения плоти, или для госдождей житейской, или для похоти глаза, и похоти плоти, ты сам знаешь, что ничего не будет. Но если ты просишь, чтобы его имя еще больше прославилось, он сделает больше, чем ты спросишь. Субтитры создавал DimaTorzok ой, Jesus, Jesus! Jesus! Продолжение следует... 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 Спасибо. 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 Уже не решено. Хорошо. Контракт подписан. Господь поставил свою печать. Окей. Знаете, любі мої друзі, я слухав проповідь сьогодні зранку. І ту саму проповідь я слухав тільки що після обіду. Я зрозумів для себе, що цю проповідь треба слухати ще як мінімум разів десять. І кожен раз з більшим кайфом її слухати. З більшим кайфом. Другий раз я слухав тю саму проповідь. Я отримав ще більше задоволення як перший раз. Мало того, моя дружина не була сьогодні зі мною. Я хочу купити ще відеокасету. Я собі запам'ятав четверте число ранішне і після обідня проповідь. Я хочу купити касету і показати дружині. І ще раз буду дивитися. В третій раз знаю, що ще більше задоволення отримую від продивлення цієї касети. Сьогодні була шикарна проповідь. Спасибі вам пастор Сандей. Спасибі Господу Богу. Спасибі людям, які приїхали до нас з гості з Греції. Спасибі. Спасибі за те, що ви є. Через те, що сьогодні таке помазання, що просто нема слів. Я це дуже сильно відчуваю. Ви знаєте, мене в четвер не буде. Я поїду зараз до мами на вечерю на Різдва Христового. Воно також у нас заведено на Західній Україні. І я не зможу в четвер вам заспівати до Різдва Христового пісню. Я спробую зробити це зараз. Але перед тим святом я хотів би сказати, що з першого по четвертого квітня десятиріччя нашої церкви. І ми сьогодні на першій проповіді з Андрієм Куксенко буквально в двох словах переговорили. І знову таки мені Дух Святий сказав. Третього числа, в суботу, в квітні, я беру на себе зобов'язання зробити, ну, Куксенко казав, такий зробим напівхристиянський, напівнехристиянський концерт в Палаці спорту. Концерт. І я зроблю все для того, щоб на цей концерт були запрошені мої друзі-співаки. Як мінімум це Діма Климашенко, Марина Одольська, Петро Чорний і багато-багато інших. Я буду просити них особисто за те, щоб вони прийняли безкоштовну участь у цьому концерті. І запрошуйте всіх своїх друзів, близьких, я багатьох так само буду запрошувати. Це, вроді, третє, там субота випадає, третє квітня чи четвертє, я не пам'ятаю, але майте на увазі, третє. Третє квітня, в суботу, в Палаці спорту, коли чотири дні буде святкування десятиріччя, один з концертів я беру на себе. Отак мені сьогодні Господь сказав і я. Побачите. Окей. Я обіцяв до Нового року випустити християнський альбом. Я місяць часу записував пісні, я місяць часу не вилазив зі студії, я місяць часу, маючи багато концертів, маючи дуже багато роботи, паралельно записував пісні, щоб випустити обіцяний християнський альбом. Свою обіцянку я виконав і на сьогоднішній день є випущений альбом, який там десь є, продається чи не продається, чи роздається, не знаю, хто там займаються люди, але випущений альбом, який є другим моїм християнським альбомом в моєму житті. І називається «Слава Богу на різдво Христове». І я думаю, що воздати «Славу Господу» зараз це мало зробити, треба воздати велику «Славу Господу». І пастор Сендей, мені дуже приємно, що пастор Сендей мене називає зіркою української стради, але я хочу перед всіма сказати, зірка одна – Ісус Христос, немає іншої зірки. Зірка ясно на небі засіяла, Господь народився, Ісус народився. Дякую. 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 Дякую.